Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. Мы вместе с вами читаем первое соборное послание апостола Петра, апостола, который через всю земную жизнь Христова был рядом вместе со Спасителем в общественном его служении и в самых таких ответственных моментах на горе Преображения и в Гефсиманском саду, и потом вплоть до двора первосвященника, где Петр, конечно, некоторую неустойчивость показал, и потом Спаситель, сам лично воскресший уже Спаситель является Петру, и потом восстанавливает его в апостольском достоинстве. Вот этот Петр, который все, так сказать, изведал, и неустойчивость человеческую, но и удивительную силу в приобщении благодати Христовой и в проповеди Евангелия, явил он эту силу. И вот Петр делится с нами своим посланием, которое мы и читаем. Итак, вторая глава. «И так отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Здесь, братья и сестры, евангельское учение, оно названо молоком, чистым, словесным молоком. Молоко – это что? Это то, чем питается ребенок, без чего он, в принципе, не может жить, и вот это некая основа для всего будущего возрастания. В древнее время не было-то искусственного питания. Если ребенок не будет питаться материнским молоком, ну или молоком кормилицы, то как он вообще выживет? И вот таким молоком, которое ложится и должно ложиться в основу всей нашей жизни является Евангелие. И сами христиане, они сравниваются тоже с младенцами, то есть с чистыми существами. Вот иногда можно услышать, как люди внешние для церкви, которые соприкасаются где-то с тобой, они говорят, ну как же так вот, как вы вообще можете выжить в этом злобном мире, в этом мире, где лукавство, обман, и нужно с кулаками отстаивать свои права. А как же вы, христиане, вообще можете здесь существовать? Вы же как дети. И наблюдается какая-то удивительная картина, что вот сами как раз вот эти люди, которые пытаются с кулаками, кусаясь всюду, где-то отстаивать свои права, где-то обманывая, они в итоге и на протяжении всей своей жизни терпят какой-то ущерб, испытывают недостатки, внутри какая-то неустроенность, и все не так. А если мы посмотрим на подлинных христиан, вот скажем, отец Иоанн Кристианкин, или отец Кирилл Павлов, или прочие наши старцы, которых мы глубоко уважаем, у них действительно зачастую вот у них глаза, как у ребенка. То есть чистые, невинные глаза, хотя они дожили до глубочайшей старости, и действительно не лукавство, не лицемерие. То есть как будто они всего лишь вот дети, но парадокс, что именно вот к ним, которые сохранили эту детскую чистоту сквозь всю свою жизнь, именно к ним и тянется зачастую весь мир, и все просят у них совета, наставления, поддержки духовной. То есть черплют именно вот у таких людей, которые сохранили вот эту вот детскую непосредственность, чистоту, пронесли ее через всю свою жизнь. И вот будьте как дети, говорит Спаситель. И апостол Петр, он и говорит, что нам и нужно, отложив всякую злобу, да, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. То есть то, что, собственно говоря, это ведь принадлежности же дьявола, все, что здесь перечислено. А нам надо принять чистое евангельское учение, и оно просто действительно, как какие-то простые детские истины. Спаситель говорит, блаженны милостивы, ибо они помилованы будут, блаженны кроткие, ибо те наследуют землю. То есть все очень просто, но ведь на самом деле, чтобы спасения достичь, здесь не надо изучать капитал Карла Маркса, или какую-то там философию, или психологию там Юнга, да, философию Канта. Для того, чтобы достичь спасения, нужно сердце хранить в чистоте, а этому и учит евангельское учение, как такое чистое словесное молоко. И Петр, святой апостол, дальше продолжает, ибо вы вкусили, что благ Господь. Вот это очень важно, это ключевые слова на самом деле, ибо вы вкусили, что благ Господь. То есть христианин – это не тот, кто просто теоретически вот узнал про Бога, что вот где-то там есть Господь, который благ, а христианин – это тот, кто самым опытом вкусил, испытал на опыте, то есть приобщился к Богу. И на самом деле, конечно, эта тема, она такая, в каком-то смысле, очень сокровенно интимная для каждого христианина, но так или иначе, в жизни вот каждому дается почувствовать в какой-то момент вот Божье присутствие, Божий промысел, божественное прикосновение, что именно Господь вот тебя здесь вот выручил, что Он тебя проявил, или провел через какие-то трудности, или даже в каких-то ситуациях Господь очевидным образом явил себя. Вот Он тебе явил Себе, и поэтому ты не теоретически узнал про Него, а ты именно вкусил, а что вкусил? Что благ Господь, что Господь это и есть неизреченная любовь, которая выражается в удивительной благости. «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом». Спаситель здесь называется «живым камнем». Помните, из богослужения там сказано, что «Камень Его же не бригоша зиждущий, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и я сдивен в очи всех наших». То есть, это еще из ветхозаветных, из Псалтирии, краеугольный камень – это что за камень? Это камень, который ложится в основание строительства. Невозможно здание построить на песке. Если будешь на песке, то и здание будет такое, шаткое, потом развалится, и все. А вот на прочном камне выстроить здание – значит, да. И поэтому жизнь свою на чем надо основывать? На христовом учении. То есть, чтобы наша жизнь, она опирала всецело на Господа Иисуса Христа, хотя человеками, ну кем? Иудеями, прежде всего, он был отвержен, но и не только иудеями. Пожалуйста, посмотрите вот на наших соотечественников, разве же они не отвергают Христа, да, когда, ну собственно говоря, сколько у нас людей даже просто вот в храм ходят? Ну реально 3-5 процентов, да, а из тех, которые ходят, многие ли действительно вот ответственно, регулярно исповедуются, причащаются, ведут серьезную духовную жизнь? Тоже, думаю, где-то процентов 10 от тех, кто ходит. То есть, все не настолько вот благостно, хорошо, как нам хотелось бы. И в итоге получается, что люди зачастую игнорируют вот этот живой камень, который должен был полагаться в основу здания. И цель-то ведь какая? Чтобы мы сами, как живые камни, устрояли себя дом духовный. Вот церковь, она соборна. Соборна, то есть это не значит, что здесь вот сборище индивидуалистов, да, что каждый вот он сам по себе такой, самодостаточный, без других обойдется. А здание, оно предполагает, что, вот, понимаете, кирпичи, они взаимосвязаны друг с другом, и выстраивается целое здание, вот храм выстраивается из этих кирпичиков. И у каждого кирпичика свое место. И может показать, ну что там, какой-нибудь кирпичик там вынул, не рухнет же здание, вынул один, вынул два, три, а потом раз, и стена упала, и получается такая вот разруха, разрушение. Вот это, знаете, в книге пастырь Ерма описывается, именно там дается образ церкви, которая, как строящаяся башня, вот она возвышается, и туда различные камни различного вида, различного цвета, и оказывается, это что за камни? Самые красивые это апостолы, потом святители, учителя, те, кто проповедовали, потом мученики и праведники, вот, то есть, те, кто прежде всего чистую жизнь ведут, но и другие простые люди, и там такое, приводится такое описание, что некоторые камни, они были шероховаты и не помещались вот в это строение, и тогда брали их, все вот эти неровности сшлифовывали, отсекали, и после этого камушки, они вмещали здание, так что полностью подходили к положенному месту. Вот так бывает, человек, он вроде бы старается прийти в церковь, но у него есть еще какие-то шероховатости, какие-то неровности, и посредством работы над собой, да, посредством таяц церковных, вот эти шероховатости, они отсекаются, так что он тоже включается в церковное строительство, в созидание дома духовного, обретает свое место, и в книге пастырь Ерма дальше говорит, что когда вот она строилась, то потом не было видно спаек и швов, то есть вот это строение, это здание храмовое, сияло, как будто это один цельный камень, драгоценный, сияющий удивительным светом. Вот так вот, единство в соборности, вот что такое церковь, и мы как раз для этого и должны быть вот в церкви подлинными христианами, созидая как живые камни, да, устраивая дом духовный, и святой Феофан Затворник, он говорит, для чего строятся храмы? Они храмы, строятся храмы для того, чтобы мы сами стали живыми храмами Божиими, для того, чтобы посещая храм, в наших сердцах как раз и совершалось чистое служение Богу, то есть не какие-то скверные, плотские, злые мысли и стремления, а чтобы это было нечто чистое, высокое, чтобы подлинная любовь, искренние взаимоотношения друг с другом, и чистота и непорочность сияли внутри, и мы были способны поддерживать друг друга, а не тут же падать в уныние, печали. При этом он говорит, что вот вы устрояете себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Все христиане тоже являются в каком-то смысле священством. Священство – это что? Это особое посвящение Богу тех, кто совершает особое служение. Ну а разве мирянин, христианин, он не совершает свое особое служение, когда он через крещение тоже стал причастен особому Христову посвящению, и ведь вот раньше помазывали, да, в древности помазывали кого? Царей, первосвященников, иногда еще пророков. Цари, первосвященники, пророки. В новозаветное время мы знаем, ну кого тоже? Царей, императорские особы, их помазывали миром для особого царственного служения, но на самом деле каждый христианин тоже мира помазан. После крещения все мы прошли и приняли таинство миропомазания, которым нас помазывали святым миром со словами «печать, дара Духа, святаго, аминь». Мы все миропомазанные, как в каком-то смысле тоже призванные быть царями, то есть царями над своими страстями, бы цариться над страстями и соцарствовать вместе со Христом, чтобы мы были тоже пророками, а пророк кто? Пророк – это тот, кто изрекает нечто Божие, а христианин должен Божие изрекать, то есть нечто чистое, нечто святое, то, что в Евангелии открыто. Будь свидетелем евангельской истины, вот ты тоже пророк, а помазанник ты, потому что миропомазание принял, это не просто какой-то там обряд, это действительно печать, дар Духа Святого. И священство, тоже священство, да, ты способен возносить такие молитвы, что эти молитвы и детей твоих спасут. Ты можешь своими молитвами кого угодно вымолить, таких случаев много, когда матери отмаливают своих детей, да, жены мужей или мужья жен, когда чуть ли не мертвые воскресают. И такие случаи тоже бывают. И не всегда священники кого-то вымоливают и вымоливают именно миряне, потому что мирянам тоже дано это молитвенное предстояние пред Богом. Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю, все они, камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, это речь именно о Христе как краеугольном камне, и мы не постыдимся, а полагается он в Сионе, ибо Сион это образ, конечно, царствия Божия, но Сион непосредственно в Иерусалиме, поначалу это было место, где дворец царя Давида, потом там же и на некотором расстоянии храм был построен, и потом, в общем-то, наименование Сиона относилось к ветхозаветному храму, то есть это святое место, и для нас вот Господь Иисус Христос есть вот таким драгоценным камнем, который, ну, в каком-то смысле дает нам новый духовный Сион, ибо он возводит нас в Царство Небесное, и Петр Апостол говорит, и так он для вас верующих драгоценность, ну, действительно, для нас, для верующих Христос самая высшая драгоценность, вот, конечно, тема эта, она тоже не всякий может понять, но те, кто этого сподобились, допустим, преподобный Силуан Афонский, он однажды унывал очень сильно в искушениях, и он думал, что Бог неумолим, и ему было дано в какой-то миг увидеть живой лик Христа, и это видение настолько его преобразило, да, что вся печаль, уныние отпали, и потом всю жизнь он свидетел, что Бог есть любовь, любовь неизреченная, вот те, кто сподобились непосредственно в лицезрении Христа, они об этом и свидетельствуют, и поэтому он для нас, для верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, потому что люди зачастую такие вот надменные скептики, которые верят только в самих себя, пока уж там какая-то тяжелая болезнь не обрушит эту гордыню человеческую, и так люди могут гулять вокруг и около Христа, но не обратят на него внимания, хотя кто-то вот вроде бы начинает рассуждать, но он притыкается, начинает надсмехаться, и в этом смысле получается, что Христос как камень притыканий и камень соблазна, что люди спорят, 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 но не хотят смириться и обратиться, а которые они притыкаются, не покоряя Слово, на что они и оставлены, ну в том смысле, что им попущено проявить свое свободное произволение, вот хочешь ты быть со Христом или нет, если бы Господь сразу очевидным образом явил себя всем, то тогда люди обращались бы к Нему, но обращались недобровольно, а будучи, так сказать, покорены вот этой очевидностью чуда, вот как Достоевский, он в сцене о великом инквизиторе, там есть такие слова, что вот видишь эти камни в ногой раскаленной пустыне, обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество, как стадо, послушное, но вечно трепещущее, что отымешь ты руку твою, и прекратятся им хлебы твои, да, если давать какие-то очевидные такие, ну, слишком очевидные чудеса, да, если действительно, вот мы, скажем, помолились, и камни притворились в хлебе, весь мир пойдет за нами, но люди будут как стадо, которое ищет хлеба и зрелищ, чудесных зрелищ, и чудесно притворенного хлеба, а сам Христос и сам Бог им не нужен, то есть они хотят просто вот опять насытить свое чрево, а спаситель говорил, вы ищите меня не потому, что искали спасение, да, потому что ели хлеб и насытились, вот вы ищите меня, потому что ели хлеб и насытились, то есть вот ради чего вы ищите меня, они искали, еще сказано, что хотели сделать его царем, то есть земным царем, вот пусть он освободит нас, пусть он нас всегда кормит этим чудесным хлебом, ну, а царствие Божие нам не особо-то нужно, то есть мы его не отрицаем, но мы равнодушны к этому, И вот Спаситель поэтому оставляет нас в этих условиях жизненных испытаний, что будь верен Богу посреди скудости. Вот если ты посреди скудости верен Богу, то Господь подаст тебе вечное бесконечное Царство Своё, которое на небесах. А если нет, то неверный в малом он и во многом неверен будет. И апостол Пётр обращается именно к христианам и произносит просто уникальные слова. А ведь это же время гонений, когда к христианам относились как к каким-то презренным людям, отверженным. А Пётр пишет, но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованный, а ныне помилованный. И представьте, что вот гнал Нерон, гнал потом Домициан, потом Троян, потом дальше Марк Аврелий, Антонин Философ и прочие, Декий Троян, потом по указу Диоклетиана. И вот все они гнали, но, собственно, куда они сами-то подевались? Тут же Нерон, который провозглашал себя там чуть ли не божеством, да, как жалко он умер и вынужден был кончать с собой, ну, там вроде помогли ему, и все это жалко. А вот христиане стали родом избранным, потому что именно благодаря христианству мир стал преображаться, жестокие нравы стали уходить. Но где уходить стали? Именно там, где христианство было принято. Если не принимают христианство, то по-прежнему живут какими-то жестокими, зверскими нравами. А христиане, вот сколько покаявшихся разбойников, сколько было бандитов, и сейчас, кстати, вот входили они в какие-то группировки, там, грабили, циничны были, а потом вдруг раз, свет Христовой веры пролился, и настолько меняется человек, что и не скажешь, что в прежнее время был каким-то бандитом, а он уже Божье чадо, покаялся, смирился и принял Христа. И вот христиане – это род избранный, это царственное священство, народ святой, святой в каком смысле? То есть освященный благодатью Святого Духа, люди взятые в удел, то есть это особый удел Божий. Не ради земного комфорта мы приходим в Церковь Христову, да, а это удел небесный. Тот удел, куда сам Господь, он говорил, я иду уготовить вам место на небесах. Вот это как раз про христиан. И дальше цитируется из ветхозаветных пророчеств, из пророка Осии, что некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Ну, потому что многие язычники, которые не были народом Божиим, они призваны ко Христу, и вот они стали народом Божиим. А чтобы быть таковыми, апостол Петр дает следующую заповедь. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похоти, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками. То есть, да, вы род избранный, вы народ святой, но, извините, для этого надо удаляться от плотских похотей и провождать добродетельную жизнь. То есть, как иначе вы будете народом Божиим, если посвятите себя чему-то греховно-плотскому? Еще он, как это объясняет, что прошу вас, как пришельцев и странников, и святые отцы, и святители Игнатия, он говорит, что ты вспомнишь, что ты в этом мире, ну, просто вот как в гостинице. Вот, допустим, ты поехал куда-то, остановился на неделю в гостинице, разве ты будешь прилепляться к этой гостинице? Ты там будешь наводить ремонты, да, в этой гостинице будешь клеить обои дорогие на эти стены, покупать туда мебель, обживаться там. Ведь ты же всего лишь там на неделю, а потом уедешь, и все. Кому ты оставишь этот номер, он достанется другому, потом тот тоже уедет, потом следующему достанется. Вот так наш мир земной, в который мы пришли, это как гостиница. Мы временно здесь находимся, да, вот не ломая ничего. Если ты пришел в гостиницу, все переломал, то это тоже не очень-то хорошо. Но и не пытайся здесь закрепиться, да, то есть не старайся вот как крот, который все время в земле вот что-то роется, роется, что-то там ищет. Ты не ищи здесь себе никакого достояния или состояния, наше наследство на небесах, а здесь мы пришельцы и странники. Поэтому здесь вот надо, конечно, ко всему бережно относиться, но не прилепляться с сердцем ни к чему земному. И особенно не допускать никаких плотских похоти. Это то, что влечет душу в ад. И вот провождать добродетельную жизнь между язычниками, продолжает апостол Петр, «Дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Действительно, язычники называли христиан злодеями. Почему называли злодеями первых христиан? Потому что христиане не почитали языческих богов. Таким образом, христиан называли атеистами, безбожниками. Они без богов. Ну, собственно говоря, это язычники были, безбожники, потому что отрицали единственно истинного бога, а служили каким-то там непонятным истуканам. Вот дочка моя Даша, когда познакомилась с греческой мифологией, она говорит, «Ну, папа, вот эти боги, они какие-то странные, они вообще не боги. Они ведут себя, завидуют друг другу, соперничают, ненавидят, припираются друг с другом. Дочка мне говорит, ну, папа, ведь бог, он же должен быть образцом для человека. А что же это за боги, которые так ведут себя в греческой мифологии? Поэтому, конечно же, вот это язычество и греческое, и римское, оно давало не очень хороший образец самим язычникам, что можно изменять, можно блудить. У того же Зевса, да, вот он с кем только не блудил. И вот Даша и на это тоже обратила внимание, дочка моя. А христианство, оно дает чистую религиозность, с почитанием единственного истинного Бога. И вот язычники, они злословили христиан, но в день посещения, действительно, когда наступали вот эти гонения, испытания, и христиане вели себя искренне, кротко, терпеливо, то многие язычники тоже начинали обращаться, то есть они в день посещения, видя добрые дела христиан, прославляли Бога. И дальше апостол Петр, братья и сестры, это важно, пишет то, что актуально во все времена, с чем мы зачастую не очень согласны, но хотим того или нет, это надо принять. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству. «Для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». А вы посмотрите, вот он говорит, будьте покорны всякому человеческому начальству. А что было за начальство? Император Нерон, достаточно жестокий, беспринципный император. В Иудее, где Петр, апостол, свою проповедь начинал, там царь, в то время это был внук Ирода Великого, царь Ирод Агриппа. Он ведь приказал умертвить апостола Якова, брата Иоанна Богослова, потом самого апостола Петра схватил и тоже хотели его казнить, но ангел его освободил. И при этом, то есть да, вот получается гонитель царь, а Петр пишет, будьте покорны всякому человеческому начальству, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым. То есть сам принцип человеческой иерархии не отрицается. Нельзя добиться никакого порядка, если ты будешь не спровергать посредством мятежей существующей власти. Нет, если ты избран, скажем, депутатом, если ты вот прошел законный путь, давал обещание народу, как депутат, отстаивать права, и потом вот в Думе ты тоже выступаешь с какими-то предложениями, когда ты ведешь свою такую, скажем, политическую борьбу, но законным образом, то ты имеешь право вот как-то вот выступать, да, предлагать что-то, но не путем революции. Революция пожирает всех и вся, уничтожает, это полный хаос и страдают только все. А потом, в конце концов, и плоды революции рушатся. Либо новая революция, либо сама история все это превращает в ничто. Вот хотим мы того или нет, но нам заповедано чисто по-мирски исполнять свои мирские обязанности, подчиняясь правителям. И поэтому Христос, он пришел не для того, чтобы свергнуть римского императора-язычника, а для того, чтобы началось внутреннее преображение. И путем вот этого преображения со временем и сам император, уже в лице Константина Великого, тоже преобразился и стал христианином. Вот это законный путь. Единственное, когда нам дозволено проявить гражданское неповиновение, вот основа социальной концепции об этом пишут, это если светские мирские власти призывают нас уже нарушать заповедь Божию. То есть одно дело, если, допустим, правительство нам говорит, вот платите налоги, или мы вводим новые штрафы, или вынуждены какую-то экономическую реформу, пенсионный возраст повысили. И, в общем-то, где-то депутаты могут это отстаивать, но если это уже закон принят, это надо принять. Это надо принять как то, что налагается на нас, нашим правительством, и кесарю отдавать кесарево. А если правительство скажет нам, вот вы такие законопослушные граждане, вот теперь давайте вместо Христа почитайте Антихриста, или там давайте мы предписываем, чтобы вы там, скажем, делали аборты. Ну, мы знаем, что есть даже в некоторых странах, где это бывает, ну, фактически там идет борьба с рождаемостью из-за того, что слишком высокий прирост населения. И если нам будут предписывать, допустим, аборты, если нам будут предписывать отречение от Христа и что-то подобное, то есть конкретное нарушение заповедей Божьих, то тогда мы скажем, нет, вот извините, мы, конечно, налоги будем платить, на пенсию будем выходить попозже, а вот от Христа отрекаться не будем, потому что Христос для нас главная драгоценность, как об этом и писал апостол Петр, да, что Он для вас, верующих, драгоценность. Он для нас самая главная драгоценность, поэтому от Него мы не отречемся, ну, а все остальные законы земные, конечно, будем исполнять. И Петр говорит, что вот вы, такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, то есть именно тех, которые призывают к революциям, к мятежам, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. То есть Он говорит, что мы свободны, но в каком смысле? В том, что мы освобождаемся от греха. Бывает, человек, он на вершинах власти, но он не свободен, он раб, раб своих греховных страстей и раб какого-то политической ситуации. А человек простой, который не включен в это хитросплетение политической жизни, он более свободен. А если он Христа принял, так он вообще свободный. Он хочет идёт направо, хочет идёт налево, он может сменить работу, его за это никто не убьёт. Не всегда политики могут отказаться от какой-то линии, кого застрелят, кого там отравят. И, кстати, цари, если проследить ту же Византию историю, чуть ли там не большинство, они просто были убиты, этих царей. А у нас в истории, посмотрите, Павла Первого убили, Александра Второго убили, Николая Второго тоже убили, сын Бориса Годунова, Фёдор Борисович, его тоже убили. Споры там идут насчёт Ивана Грозова. То есть, что не царь, то кто-нибудь хочет его убить. А мы более счастливые люди, более свободные. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Вот будем чтить всё-таки правители, потому что тяжело им, поверьте, им очень тяжело, поэтому за них надо молиться, их надо почитать, что они несут такую миссию. А Бога боятся в каком смысле, вот как священное такое благоговение, священный страх трепет, то есть, что я всё-таки боюсь согрешить против Бога, потому что боюсь отпасть от Бога. Вот ещё о чём идёт речь. «Слуги со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». То есть, в каком-то смысле апостол Пётр, он ещё более, так сказать, конкретизирует то, о чём говорилось, об этом внешнем таком повиновении, что нужно свою жизненную ситуацию воспринимать как промысл Божий. Не строить какие-то козни, чтобы там начальника уволили, а вот до конца трудиться так, вот как тебя поставили, в каком месте. И не искать там добрых, каких-то кротких начальников, а именно вот суровых, потому что, ну, может, писали тоже не искать, писали суровых начальников, не всяких тоже выдержит. Но если уж он дан такой, то вот восприми это как Божий промысел, что Господь тебя через это воспитывает и тебя усовершенствует. Потому что если ты выдержишь при суровом начальнике, то уж ты точно при любом выдержишь. Идёт такое возрастание личное. «Ибо то угодно Богу, если кто помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Вот что оказывается для Бога ценно, что мы страдаем несправедливо и при этом не впадаем в озлобленность. Вот как Христос не озлоблялся на тех, кто против него шёл, а жалел их и скорбел о них. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки?» Ну, сами подумайте, что это за христианин, если он будет лукавить, обманывать, тянуть что-то там на работе, подтягивать, воровать. Его за это наказывают, отчитывают, и разве же это прилично нам? Что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. То есть, если вы ничего не нарушили, а начальник вас ругает, ругает, то как раз скажите, вот слава тебе, Господи, как раз Господь посещает меня, Он не лишил меня своей милости, я вместе со Христом, который тоже страдал несправедливо. Вот это правильный будет подход. Кстати, Петр именно об этом и пишет, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, то есть, чисто внешне абсолютно несправедливо. Мы везде видим, что там несправедливость, тут несправедливость, а самая высокая несправедливость в отношении Христа, пришел чистейший среди чистых, он там их исцеляет, он воскрешает, понимаете, он даже воскрешает из мертвых. Вот нет, все равно надо его убить, уничтожить, стереть с лица земли, уничтожить его учеников, уничтожить Евангелие, но нет, а он при этом их все равно любит. И вот благодаря такой его любви язычники, ненавидевшие его, они начинают отзываться, и Саввел становится апостолом Павлом, гонитель преображается, и Петр, он пишет про Христа, что он пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. Пусть они несправедливы, это их проблема. Вот если у тебя в сердце любовь сияет к ним, то ты победил, вот она победа. Если тебя несправедливо наказывают, притесняют, ругаются на тебя, а ты при этом его любишь, то вот она победа, победа, подлинной победы, и ты будешь счастлив, вот именно в таком состоянии. Ничто внутренне тебя не ранит. Про Христа говорит апостол Петр, он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судей праведному. Смотрите как, страдая, он не угрожал. И бывает так, что мы, когда страдаем, мы начинаем чуть ли не проклятие сыпать среди даже героических личностей, которые в истории были. Вот вспоминаю, когда Жанна де Арк, она ведь, в принципе, страдала несправедливо, но она говорила, что это вот, епископу говорила, вот я только по вашей милости страдаю и буду судиться, требовать суда для вас у Бога. То есть, вот тут немножко, да, некая такая вот угроза, хотя чисто по-человечески, вот я лично нисколько не выступаю против Жанны де Арк и ее вот такого героического подвига, но если рассуждать вот согласно посланию апостола Петра, мы не должны угрожать, когда мы страдаем, но предавать в руки судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим, на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Апостол Петр как раз вот говорит, что Христос для того пострадал, невинно пострадал, чтобы искупить нас от наших грехов, чтобы мы уже для правды жили. Ранами его вы исцелились. Вот это такая определенная тайна, да, как Христовы страдания исцеляют нас от греха, но, собственно, Спаситель потому и страдает за нас, что он чист от греха и за себя-то он не может страдать. А вот мы грешные, и есть такой закон, как бы закон мироздания, что всякий грех влечет за собой страдание. Если ты согрешил, то ты непременно будешь мучиться, потому что муки закономерный итог любого греха. Если ты вот уже родился, будучи причастен греховности Адама, то ты уже будешь страдать, и тут вдруг приходит чистый, который не причастен ветхости падшего Адама, чистейший среди чистых, праведный среди праведных, и он страдает, то есть в нем внутри нет вот этой закономерности, что он обязан мучиться, потому что нет греха. Но он по любви жертвенной принимает на себя наши страдания и муки, чтобы нас исцелить. Тайна эта, ее рассудочно очень тяжело передать. Конечно, в некоторых потеряках мы читаем, как, допустим, какой-то подвижник, он специально продавал себя кому-то в рабство, чтобы выкупить другого человека, чтобы он того выкупает из рабства, сам себя дает в руки тех вот злодеев, и там он настолько ведет чистую жизнь, что сами злодеи удивляются и начинают тоже преображаться духовно. Вот это некий как бы образ тоже жертвы Христовой, но до конца, наверное, рассудочно мы не сможем исчерпать этой тайны. Апостол Петр завершает главу так, ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших, то есть через страдания Христовы, через его вот эту жертвенную любовь, а жертва она в чем? В самопожертвовании выражается. Мы, если принимаем Господа и приобщаемся Ему, мы становимся Его чадами и возвращаемся к Нему как пастырю и блюстителю душ наших. Вот дай Господь нам именно такому совету апостола Петра исследовать, чтобы быть всецело чадами Христовыми и не отпадать от Господа нашего. На этом мы завершаем рассмотрение второй главы. Храни вас Божие, дорогие братья и сестры. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok